Казанцам предлагают постичь азы арабской вязи. Новый набор учащихся объявил Центр каллиграфии. Он существует 4 года и считается уникальным для России. А моя коллега Маргарита Петрова считает, что стать ближе к истории и культуре можно и с помощью национальных блюд. Тем более, если экскурсии сладкие Светланы. Так, на неделе в Старо-Татарской Слободе открылся музей Чак-Чака. Музей Татарского лакомства Заведут патефон, разрешат сфотографироваться в костюмах. Конечно, поведают и о традициях и гостеприимстве татарского народа. В Центре современной культуры смена открылась выставка картин казанского художника Виктора Тимофеева. Экспозиция посвящена 100-летию садя начала Первой мировой войны и называется «Сорок сороков». Иосиф и Божья Матерь к цыганам спешат в печали. Они свои кастаньеты на полпути потеряли. Картины Виктора Тимофеева часто рождаются из поэзии. Правда, это не иллюстрация, а скорее мысли на тему. Так строки Мандельштама о неизвестном солдате помогли живописцу в работе над военной серией. Трисовать взрывы, ужасы. Наверное, кто-то рисует и так. И потом этот же разговор идет не о войне, разговор идет о человеке, о трагедии вообще, я не знаю, о тоске, о радости, о надежде какой-то. Над этим циклом мастер Кести работал почти год. Кстати, для него юбилейный. В марте Виктору Тимофееву исполнило 60. Чуть меньше лет он создает по новой картине ежедневно. Так было и с посвящением Первой мировой. Эта серия вышла из прошлогодней о доме Романовых. Война оформлена в цветах имперского флага, что символично. После нее пали сразу несколько империй. Но опыт ничему не научил, с грустью добавляет художник. А вот искусствовед Дина Ахметова нашла в этих работах обращение к инокописи, например, возведенных к небу руках. Лет 20 назад, например, его картины отражали его личное состояние, его личные эмоции, взгляд на мир. А сейчас, когда он стал уже человеком зрелым, он ищет ответ на вопросы, на свои, наверное, жизненные вопросы, в таких очень глобальных библейских темах. Пестряще цветным счастьем мир на этой выставке в противовес войне. Ведь, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Вот из 40-40-ов. Это своеобразное понятие бесконечности. Впрочем, есть и более банальное объяснение названию выставки. Работа написана на картоне размером 40 на 40 сантиметров. Следующая неделя будет особенно культурно насыщенной. Свой сезон открывают Ля Примавера и Государственный симфонический оркестр Республики. А также премьеры запланированы сразу в трех театрах. На Булаке, Качалово и Воперном. Спасибо, Маргарита, за интересную информацию. Напомню, это была Маргарита Петрова с рубрикой «Культурный Татарстан».